Здравия всем! Вы находитесь на канале Марка Елены Диригетти. И мы находимся с вами в городке Ка. Потом напишу, как пишется, потому что не так, как произносится. Мы проживаем на данный момент рядом с этим городком. И вот мы делаем здесь визит в этот городок. Вроде бы все вот такое вот обычное. Небольшие этажи. И вдруг открывается вот такой вот собор. И Марка с Таечкой уже на входе. Давайте и мы с вами туда пройдем. Вот так вот посмотрим с вами на архитектуру издаля. Боже ж мой, какое-то все большое. Такие окна. Как видите, в готическом стиле. Идемте дальше. Вот такие же животные. Это все-таки, наверное, животные-балки, на котором держится вся эта конструкция. Мы видели с вами уже такую архитектуру в другом городке предыдущем. Это все находится, можно сказать, на одной местности. И архитектура подобная. Вот здесь вот такие полочки, либо вазочки. Сверху мне не видно. Вот такого плана, да? И люди, и животные, и вообще какие-то звери. А здесь они что-то как-то уже... Их надо реставрировать. Вот такое чудо-юдо, рыбакит. И вот такая вот дверь. Деревянная, с коваными элементами. А это свежее дерево, вижу. Свежие болты. Ой, вот видите, какой витраж. Шикарный. Темный, его, видать, помыть надо. Балкончик в прихожке. И вот такой потолок. Кирпич, но он почему-то серый. И здесь вот святая водичка, которой практически нет. А, мы еще вот сюда с вами не прошли. Это была послевоенная вот такая разруха. И они его, вот почему дерево здесь свежее, восстанавливали. И, наверное, не один год. Это вот довоенная фотография. Значит, церковь 10-15 века. Секула. 15 века. Все вот эти вот элементы. Ну, там черно-белое, а вообще цветное. Ой, боже ж мой. Посмотрите, какое оно было все. После войны. Все-таки война, это не очень хорошо. Мягко говоря, это плохо. Что-то я сбоку зашла. Значит, все вот здесь вот цемент. Соответственно, все это свежее. Есть какие-то элементы старинные. А вот, кстати, солдаты, которые здесь погибли в 1914 году. Ой, а может быть, это не солдаты, а те, которые что-то архитектурой здесь занимались. Что-то я вам наплела. Я мастерица. Плести кружева. Выдумки. Надо Марк спросить, что здесь написано. Амурц по Руа-Ла-Франции. Ну, в общем, умер ли во Франции. По какой причине, непонятно. Это скульптура из дерева. Вот эти витражи, которые мы с вами видели, солятся. Но так как внутрь они темные, а вот снаружи они светлые. Это входная дверь, которая свежая. Дерево. Да, вон там пеной залито. Можно сказать, свежак. Давайте вот так вот в центр встанем с вами. Так, полы. Каменная плитка. Искусственная. Я подошла в центр, где вот эта надстройка. И вот посмотрите, какой там купол. Сколько там цемента. Кружевная такая. Орган. Очень огромный орган. Я что-то таких и не видела больших. По размеру вот с человеком можете сравнить. Это у нас по центру. И это у нас с другой стороны. Давайте подойдем ближе. Фигура из цемента. Литье. Что-то какой-то человек в гробу или голова у него на тарелке. Это непонятно скульптура из чего. Не то из дерева, не то из цемента. Давайте посмотрим, как расположено. Сидячие места. Они из стульев. Соединины между собой. Здесь есть лавочки и стулья. Но смотрят сюда. Значит, здесь проходит месса. Ну, наверное, для маленького количества людей. А здесь будет праздник. Большой праздник. Церковный. И, в общем-то, много сидячих мест. Здесь витражей нету. И поэтому здесь более светлые окна. Светлое помещение. Камень свежий на полу. Вот такие есть банкетки. Это для церковных служителей. Обратите внимание на скульптуру из дерева. В овечьей шкуре. Я извиняюсь. И с овечкой. Ну, вот мы с вами побывали вот в такой... В таком соборе. Это даже не церковь. Это очень большой такой кафедральный собор. Этого городка. Восстановлен после военных действий. Я вижу маленький орган. Маленький. По сравнению с тем, это вот стандарт, который должен быть просто в церквях. На этой ноте я с вами прощаюсь. Желаю вам здоровья, удачи и долгих лет жизни. Кому понравилось, подписывайтесь на наш канал. А это вот детали с фотографии приближённые. Фотографии под стеклом. И на камеру не очень хорошо видно. Отсвечивает. Всех благ, друзья.